Приветствую вас и написать ему вам, конечно же, стоит. То есть я понимаю ваши обращения, согласно которым вам кажется, что если вы сейчас напишете, то потом уже будет поздно. Напишите ему, проявите инициативу, здесь ничего страшного не будет. Но нужно сделать обещательный акцент на том, что написать ему стоит один раз. Проявить себя стоит один раз. Почему? Потому что, во-первых, вы сами предложили перейти с сайта знакомств в социальную сеть. Во-вторых, вы дали ему ссылку на свой аккаунт, то есть он мог бы сам вас найти, но он дал вам ссылку на свой аккаунт. То есть в принципе он не хотел вас искать, а пошел по более легкому пути. То есть тут можно один раз проявить инициативу, ничего страшного в этом нет. Возможно, мужчина так же не решает с вами сблизиться. Но, если говорить о том, что вы влюбились, то, конечно же, бывает всякое. И бывает совсем не, значит, вне зависимости от того, что у вас произошло, как вы бываете. Но, поскольку любовь была единственной в вашей жизни, она практически закончилась. Но, вероятно, ситуацию с ней вы еще не отпустили. И, вероятно, по поводу нее вы до сих пор еще переживаете грустить, отчаянно пытаясь найти замену. Замену тому, кого вы любили, и отсюда возможно проецирование, проецирование образа того, кого вы любили, на того, кому вы ответили за имя, за имя, за имя. То есть, в первую очередь, нужно сопоставить эти два образа, понять, а если между ними что-то общее, также понять, почему вы ответили только этому человеку, а не кому-либо другому. То есть, чем вы руководствовались, какой критерий у вас был отбор. Не был ли этот критерий отбора счастливого образа того мужчины, с которым у вас любовь трагически закончилась? Если любовь трагически заканчивается, то есть, не вы считается прямым естественным путем, то, скорее всего, остались некоторые переживания, которые до сих пор у вас есть, которые стимулируют тому, чтобы воспринимать другого мужчину вот так, как воспринимаете вы. То есть, вполне вероятно, что то, что вы чувствуете, не является любовью. Вполне вероятно, что это просто влюбленность и потребность испытать то же самое чувство вновь, именно потому, что оно не было заводящено должным образом. Соответственно, вам его нужно завершить, окончательно отпустить те прошлые отношения, осмыслить их и перестать оглядываться на них в своей жизни. и взглянуть на мужчину, на того, который есть сейчас, не в сравнении с тем, кто был, а именно как на отдельную личность, как на отдельно взятого человека. И вот тогда, если вы сделаете это, тогда как раз таки вам не будет понять, влюбились вы или нет. То есть, любовь ли это настоящее, или так, просто страх, увлечение и так далее. По внешним признакам данные чувства можно отличить друг от друга по направленности желаний, ваших личных желаний. При любви вы хотите просто знать, что у человека все в порядке, хотите делать его счастливым, и вам не обязательно, в общем-то, быть рядом с ним. Это при любви. А при влюбленности вы обязательно хотите его внимание, хотите, чтобы он был с вами, хотите находиться рядом с ним, постоянно стремитесь к нему. Это так вот, знаете, подростковое чувство, страсти, увлечения и так далее. Продиктовано оно, как правило, о некой потребности человека, которая личность сама не способна удовлетворить, но при этом через человека ей кажется, что она это делает, удовлетворяет потребность. Но в действительности она ставит себя всего лишь в раздействии от этого человека, постепенно, во-первых, теряя снабжимость в глазах того, кому испытывает чувства, и во-вторых, ставит себя во все большее и большее от него зависимость, потому что потребность удовлетворяется, но она не удовлетворяется полностью, она напрямую зависит от человека. И, как и в случае с любыми другими зависимостями, требуется постоянная доза, эта доза разно-разно растет. Ну и также неплохо было бы вам самой для лучшего осознания природы своих чувств, значит, вот вы пишете в субботу, он мне ничего не писал, а в сцени вы поняли, что влюбились. То есть вот он вам субботу ничего не писал, а в пятницу он сделал вам комплимент, и вы, наверное, очень много придали значения этому комплименту, потому что для вас это было едва ли не первое вообще такое вот мужское внимание, как человек, который вам нравится, который вам понравился. Чтобы избежать такой вот личной, очень субъективной окраски, дайте себе немного времени, торопитесь с выводами, поддерживая с мужчиной связь, да, то есть спокойно, непринужденно, написав ему о том, что вы договорились, или встретиться, все-таки не давайте более чувствам, и выйдите побольше времени, все-таки встретитесь, и встретитесь с ним в реальной жизни, посмотрите на человека, и тогда станет ясно, не нарисовали ли вы сами себе образ его, будучи подверженной, подверженной, не законченной вашей первой любви тогда. И если оказывается, что человека вы воспринимаете как отдельную личность, то это действительно ваш мужчина, и с ним у вас может получиться что-то. Если оказывается, что человека вы воспринимаете по сравнению с тем предыдущим мужчиной, или что-то еще, то это означает, что это не более чем следствие незаконимых ваших отношений, и, скорее всего, в этом мужчине вы видите потребность свою, потребность в любви, может быть, даже в продолжении той оборвавшейся любви. И здесь, конечно, ситуация чревата зависимостью, но если мужчина ответит вам зависимостью, если он поведет себя порядочно, если он поведет себя адекватно, положительно, если он будет проявлять себя достойным образом, то у вас могут в этом случае тоже получиться отношения, но ввиду риска оказаться в зависимости у вас, я думаю, что на такой тип отношений лучше не отрвашаться, потому что вы этого человека не знаете, и какие у него планы на вас, вы тоже можете не знать, а оставить себя в зависимости настолько серьезной от малооднокомого человека, явно не стоит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Уличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.